Всем привет! Привет! Ты зашел сегодня ко мне на канал в гостях у Павловны. Кабачок это самый такой вкусный сезонный овощ. И сегодня я снова делаю из него вот такую вкуснятину. Может для кого-то мое видео будет мотивационным, как обычно. И кто-то заморочится насчет этого рецепта. Что у меня? Что я взяла? Молодые кабачки. Вот один такой. Я даже чистить не буду. Один такой взяла, чтобы побольше было. Они так быстро перерастают. И поэтому, пользуясь моментом, взяла таких два небольших, не переросших кабачка. Две морковочки взяла. Укропчик. Сыр. Сыр я стала сейчас покупать сразу натертый. Мне так удобно и так нравится. Так, что я еще взяла? Вот здесь у меня фарш индейки. Из грудки индейки. Он у меня был весной перекручен, заморожен. Без лука, без чеснока, без перца, без всего. Лежал просто замороженный в морозильной камере. И сегодня я его оттаяла. С луком пережарила. Добавила специй. Вот он у меня тут есть. Взяла чесночные стрелки. Крутила надо использовать. Это сушеные у меня чесночные стрелки с солью. Возьму три яйца. Вот здесь у меня две нано столовых ложки манки. Можно взять муки. Кто как хочет. Лучок нарезала. Так, для начала я натру кабачок. Так, вот я натерла кабачок. Морковочку. Там у меня две луковочки небольших порезала. Отжимать кабачок я не стала. Он не настолько уж и сочный. Ну, конечно, есть тут присутствует жидкость. Ну, пусть посочнее может быть запеканочка. Так, сейчас я яйца сюда помещаю. Все размешаю. Добавлю чесночные стрелки. Они у меня с солью, поэтому солить я дополнительно не буду. Так, добавила свежий порезанный укропчик. Чесночные стрелки с солью. Добавлю манки. У меня тут, я как уже говорила, две столовых ложки. Все хорошо размешаю. Сейчас добавляю фарш. Не было бы фарша, я бы сделала без фарша. Но, раз у меня есть фарш, поэтому фарш здесь пригодился. И добавлю сыр. У меня сыра здесь 200 грамм. Возможно, он весь уйдет. Невозможно, весь уйдет. Все хорошо перемешаю. У меня все хорошо перемешано. На соль я попробовала. Меня это устраивает. Добавлю еще разрыхлитель. И забыла про растительное масло. Я его много не буду, но немножечко добавлю. Потому что мне, когда обжаривала индюшинный фарш, присутствовало растительное масло. И сейчас все перемешаю. Запекать буду в духовке. Вот такая у меня форма есть. Форму ничем не смазываю. Сейчас достану духовку. Включу ее. А запеканка эта пусть пока у меня постоит. Потому что здесь есть манка. А манке нужно время, чтобы ей набухнуть. Духовка у меня нагрелась. Я поставлю ее. У меня духовка здесь старенькая. Допотопная. Поэтому буду смотреть, как будет готово. Посмотрю. Ну, минут 35-40. Для начала оно пусть постоит. В духовке это все дело. Прошло 50 минут. Достала запеканку. Ну, вроде бы готово. Так, по моим визуальным. По визуальному осмотру вроде готово. Сейчас маленько остынет. И я тем временем сметану и натру зубчик чесночка. Это для соуса. Пусть маленько остывает. Ну что, соус готов. Отрезала я, насколько это возможно. Она маленько остыла. Я уже попробовала. Морковка, главное, меня волновало, чтобы она была пропеченная. Мне нравится. Здесь и фарш чувствуется, и кабачок присутствует. В общем, летний вариант. Готовьте. Если есть у кого интерес к кабачку, готовьте. Хочу еще сказать, что я открыла плейлист и назвала его «Блюдо из кабачков». Там, по-моему, 12 рецептов уже. Если кому интересно, заходите в плейлист «Блюдо из кабачков». До новых встреч, друзья! Всем прекрасного настроения!